Пути и дороги Тропы и трапы Ходят люди дорогами, вдоль рек и речек, и ходят люди по путям, от реки до реки. Но иногда бывает, люди торопятся. И тогда люди бывало решались срезать угол между путем и дорогой, шли, что называется, напрямки. И вот у такого среза есть в русском языке свое собственное название. Такой срез называется тропа. Тропа идет напрямки. Срезая путь в дорогу, человек идет по тропе. Разумеется, тропа-тропинка всегда опаснее дорог и путей. Ведь идти-то приходится через лес или через болото или через высокую гору. Ходить тропами быстрее, но опаснее. Опасность тропы есть плата за скорость. За время. Поторопиться можно и по-другому. Нужно как-то передвигаться быстрее. Для того, чтобы двигаться быстрее, можно сесть на лошадь, на коня. На лошади можно быстрее доехать до нужного места. По болоту, по лесу или по горам на лошади не больно, кто поедет. Конь ведь не трактор или не современный вездеход. Поэтому на лошадях только по путям да по дорогам. Так вот, получается, для того, чтобы куда-то добраться побыстрее, нужно либо поехать по пути и по дороге на лошади, либо нужно путь в дорогу срезать и пойти по тропе. Чтобы торопиться, нужно либо ехать на коне, либо идти по тропе. Поэтому слово «торопиться» происходит от слова «тропа». И от русского слова «тропа» происходит старое русское слово «торопь». «Торопь» есть одно из старых русских названий коня. Конь раньше по-русски назывался «торопь». Отсюда происходит выражение «ход конем». «Ход конем» – пойти наискось, пойти наискосок. То есть срезать путь в дорогу, срезать угол между дорогой и путем. От слова «торопь» происходит и слово «трап». Чтобы подняться на борт корабля, нужно как-то от приста не доплыть до его борта, а затем подняться вдоль его борта. А можно просто с корабля на присталь запустить трап, и трап срезает путь до корабля и высоту его борта.